Дизайн ТВС наушников, это те, которые без проводов совсем, бывают разным. Чем дальше, тем разнообразнее. Среди такого изобилия есть удачные инженерные и дизайнерские решения, которые привносят новый опыт использования или кардинально меняют предыдущий. Сейчас расскажем про интересные тренды ТВС. Большинство экспериментов с конструкцией приходится на наушники-вкладыши. Это примерно вот такие модели, которые размещаются в ушной раковине. Но в ушной канал не заходят. Ну или не совсем заходят. Их плюс в том, что нет необходимости подбирать наушники под размер ушного канала. Они его не блокируют и не так сильно пачкаются. Но эксперименты бывают разной степени успешности. Сейчас расскажем в деталях, что интересного инженеры придумали и как это влияет на использование и на качество звука. ТВС-наушники долго без кейса не живут. Он нужен для подзарядки наушников. А еще в нем они не потеряются. Кейсы могут сильно отличаться друг от друга по строению, габаритам и дизайну механизмов крепления наушников и открывания. Сейчас расскажем на примерах, какие из особенностей влияют на использование. Примерно вот такие напоминающие яйцо, как будто немного эволюционировавшие вот такие ящички. Они потолще и побольше. Но не просто так, а из-за увеличенного аккумулятора. Вот эти как будто немного другая ветвь эволюции. Они покрупнее и побрутальнее. И у них есть дополнительная переключаемая подсветка для любителей RGB. Но многие кейсы объединяет посадка наушников контактами вниз. У такого конструктивного решения есть минус. Минус в том, что посадочные шахты пачкаются. Туда может залететь мусор и один или оба наушника перестанут заряжаться. Отдельно можно выделить вот такой прозрачный кейс. Но помимо того, что видны все микросхемы, по зарядке это все тот же контакт через ножки. А вот в таких форматах чуть лучше ситуация. Контакты более открытые, легко чистить. И наушники точно достанут до зарядки, если правильно стоят. Немного другой формат, когда наушники с горизонтальной посадкой. Так кейс получается площе, а ставить наушники на место кажется еще удобнее. Неплохой плюс к тому, куда можно запихать этот кейс. Горизонтальное положение наушников и в таком цилиндрическом кейсе. Еще он закрывается с довольно приятным щелчком. Можно баловаться. Чаще плоские кейсы делают для наушников чуть больших форматов. Оно и понятно – из-за размеров это самый разумный выбор. Им по-другому разместиться было бы совсем непросто. К сборке всех кейсов особо вопросов нет. Разве что положение кнопки бывает поудобнее сбоку, либо внутри – тоже нормально. Либо зачем-то кнопка может стоять сзади. В таких случаях приходится аккуратно обращаться с крышкой, чтобы не захлопнулось во время сопряжения. В общем, кейсы сегодня делают разные. Какие-то более удобные, какие-то менее. Но выглядят все неплохо и по-разному. Каждый, наверное, сможет на свой вкус подобрать. Что по дизайну самих наушников? Инженеры разных моделей пытаются придумать, какие еще из частей ушной раковины использовать максимально эффективно. Например, вроде стандартные по форме наушники-вкладыши, но они, в сравнении с моделями прошлых лет, растут в объеме. Это помогает им закрывать все промежутки между наушником и ушной раковиной и как бы пломбировать ушной канал. Понятно, что формы ушных раковин бывают разные, но большинству более-менее стандартных по размеру и форме должны подходить. При этом в сам ушной канал их запихивать не нужно, а держатся они неплохо из-за формы и не стремятся выпасть. Для сильно отличных от стандарта форм и размеров некоторые разработчики предлагают набор амбушюр, из которых можно выбрать подходящие. Но чтобы прям совсем-совсем наушники не вылетали, например во время спорта, сегодня делают модели вот такого формата. С виду как будто и не наушники вовсе, но когда они стоят на своем месте, они как будто используют все пространство ушной раковины как короб колонки. Какого-то сверх качественного звука от таких наушников ожидать не стоит. Но вообще результат для такой не самой стандартной конструкции довольно удивительный, звучат они на уровне. Вот немного более продвинутый аналог, у которого есть специальные проставки из силикона. Они крепятся на чуть выпирающий динамик. И некоторые из таких амбушюр убирают из уравнения ушную раковину. То есть получается вроде как аналог внешних внутриканальных. И на звуке такая конструкция отражается довольно сильно. Качество получше, чем у предыдущей модели. Однако и класс устройства значительно выше. Ну и третий вариант для спорта по направленности звука, что-то между внутриканальными и вкладышами. Они как бы упираются в ушной канал вот этим амбушюром, но в сам канал не погружаются. А держатся они вообще, распираясь между хрящами ушной раковины. И надо сказать, у разработчиков вроде бы получилось. Если они встают куда нужно, то держатся довольно хорошо и дают отличный звук. Ну и еще посадка наушников сильно влияет на то, как ими управлять. У каких-то моделей есть поддержка касаний, у кого-то есть сенсоры, по которым можно проводить. А какие-то наушники реагируют на сжатие. Какие решения удачные, а какие не очень. Ну или хотя бы не для всех подходят. После кнопок на наушниках появились постукивания, касания и удержания. Скажем, в таких почти классических наушниках управление именно такое. Работает хорошо, наушники не выпадают и случайных нажатий особо не случается. Да и на звук такое управление влияет не сильно. А вот в случае с такими открытыми, тот же подход как будто работает намного хуже. Крепление у них достаточно надежное, чтобы наушники не слетали. А вот при попытке что-нибудь переключить, уже проблемы. Наушник гуляет, вместе с ним изменяется звук. Не самое удачное решение. Немного другой принцип, например, у таких наушников. Здесь стучать не нужно, нужно сжимать ножку. Одинарным нажатием, двойным или удержанием. Удобно, если ножка достаточно большая, чтобы подлезали пальцы. А вот с ножкой поменьше может быть не так удобно. Учитывайте и этот момент. При использовании ТВС наушников важны не только они сами, но и размеры и строение их кейса. Они бывают в разном исполнении. Можно подобрать под свои сценарии использования и стиль одежды. Сами наушники не менее разнообразны. Отличаться может и форма, и управление, и тип передачи звука в ухо. Какие-то поудачнее, а какие-то стоит доработать еще. Но выбрать на свой вкус есть из чего. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok